Внимание всем жителям! Вы не покидаете свои дома! Это опасно для вашей жизни! Субтитры добавил DimaTorzok Девушки отдыхают Это не все, что натворил этот монстр за последние пять лет Сколько же всего он наворотил делов-то? Надо еще раз внимательно все изучить, что я смог обнаружить И обобщить Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вот это произошло в прошлом году в Московской области недалеко от города Сорничногорск Серег, тебе что, 15? Остепенись Ты два месяца не выходил из дома Ни с кем не общался А сейчас день рождения твоей матери А ты идешь в гребанный лес Ты не сможешь понять Ты прав Я не смогу понять Потому что я не такой сумасшедший, как ты По моим подсчетам Он сейчас Именно в этом лесу Я должен его найти Это же просто выдумки Такой же сумасшедший, как ты Нарисовал их в фотошопе А потом рассказал тебе А ты сейчас идешь искать одного из них в лес Я же сказал Ты не поймешь У тебя есть работа Девушка, друзья А у меня Только это Не забудь поздравить маму с днем рождения Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сиди в голову Ой Он существует... Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, мам Это я С днем рождения ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да, я слышал, что этот монстр обитает в этой локации, или, по крайней мере, обитал. Если все будет отлично, то у меня будет новый материал. Хорошо договорились. Продолжение следует... А он страшнее, чем я думал. Продолжение следует... 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 Мои показания вряд ли помогут вам, но я попытаюсь, хотя бы в двух словах. Я ездил на велосипеде гулять в лес. Все шло как обычно, но я увидел его. Это было пара мгновений, но ее было достаточно, чтобы меня охватил неистовый ужас. И я помчался прочь, прочь из этого леса. Слава богу, что это существо не заметило меня. Как вам его описать? Ой, я не мастер описаний, поэтому лучше я вам его нарисую. Слава богу. Внимание всем жителям! Не покидайте свои дома. Это опасно для вашей жизни. ПОДПИШИСЬ! 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 А куда весь народ подевался? Вроде самый разгар дня. Вроде самый разгар дня. Вроде самый разгар дня. Внимание всем жителям. Не покидайте с вами дом. Это опасно для вашей жизни. Что значит карантин? Мне надо уехать на две недели? А выживать мне как? Сегодня в биологической лаборатории города Нарышкин произошла утечка неизвестного заболевания. На данный момент в городе введены ограничительные меры. Всем, кто сейчас находится в Нарышкине, запрещено покидать территорию города. Автобусное и железнодорожное сообщение отменено. Ну да, ну да. Карантин из-за утечки заболевания. А заболевание называется сиреноголовый. 1, 2, 1, 2. Is it on? Привет. Меня зовут Дэв. Меня зовут Дэв. Меня зовут Дэв. Меня зовут СХ. Сирен-хэдхунтер. Мы находимся. Мы собираемся за бастер. Мы собираемся за бастер. Это опасный монстр. Мы должны знать людям, что это не имеет안녕 есть. Пока мы не имеем информацию. aby 내 инициативы потратим, мы собираемся знать и познакомиться. Люди должны MeET зр mice, чтоください. они должны знать, что происходит. Они должны знать, что оно существует. И это когда-то постам действительно тяжело. Переводит. А-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а! 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 А-а-а-а! 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 А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! 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 А-а-а-а-а! А-а-а-а! 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 А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! Что там не было? А-а-а-а! Вы не видели того ужаса, который видел я? Вы не испытывали тот кошмар, который испытал я? Позвольте мне закончить Позвольте закончить историю Так все, давай, знаешь, сделаем пятиминутный перерыв Ты, успокоишься, а мне нужно сходить покурить И обдумать то что ты мне сейчас говорил Оставьте, оставьте мне сигарету, пожалуйста Держи. Да, Евгений Павлович. Да, Евгений. Да, он мне втирает то же самое. Я не знаю уже, что делать. Хорошо, я возьму показания. И дальше уже решим, что будем с ним делать. Да, хорошо. Ты знаешь... Давай продолжай. Когда мы доехали до туда, уже смеркалось. И это место, оно было... Там было что-то не то, понимаете. Оттуда просто веяло страхом. Эти обветшалые, покосившиеся избушки, столбы, возвышающиеся на два метра. И там пахло гнилью и сыростью. И рядом был какой-то странный лес. Но не это самое странное. Самое странное, это то, что нас никто не встретил. На поляне стояла машина Макса, но ни костра, ни палаток, ни Маши, ни его самого. И тут я услышал музыку, хриплую, как будто из радиоприемника. Она играла где-то в глубине леса. Это были Битлз, Йеллоу Субмарин. Я помню. Я решил, что это Макс достал свой старый кассетник, и решил вспомнить молодость и уединиться с Машей. Но тут раздался крик. Это был женский крик. Еще тогда надо было драпать оттуда, рвать когти, вызывать полицию, армию, да кого угодно. Но нет. Мне надо было пойти на крик и выяснить, в чем дело. Зря. Очень зря. Я бежал не останавливаясь. Я думал, что что-то случилось. И тут я выбежал на какую-то поляну посреди леса. И музыки уже не было. Я нашел там кроссовок. Там был кроссовок. Я нагнулся, поднял его. И тут я услышал шаги. Очень тяжелые шаги прямо за моей спиной. Это как будто, знаете, они сопровождались воем сирены. Как такое вообще возможно? Я обернулся, поднял голову вверх и увидел его. Оно нависло надо мной. Это невероятно. У него вместо головы два рупора. Внутри которых окровавленные зубы. Его длинные конечности были похожи на ржавые стальные прутья. Оно смотрело на меня. Оно меня видело. И я побежал. И не знаю, то ли я стал от страха таким быстрым, то ли это существо просто играло со мной. Я бежал со всех ног. А оно не отставало ни на шаг. Оно говорило разными голосами. Голосами Макса и Маши. Это было ужасно. Оно говорило такие вещи. Ламбда. Помогите. Код 37. Красный. Как-то так. И мне удалось добежать до дачи. Я запрыгнул в разбитое окно какого-то заброшенного деревянного дома. И знаете, мне просто повезло, что там был погреб. Я спустился, да. Я спустился в погреб и заперся там. А это существо просунуло свою руку. Оно шарило по полу. Оно рыскало. Оно пыталось меня найти. Но я сидел тихо и спокойно. Пытаясь сохранить гребанное самообладание, мать его, которого теперь у меня уже не осталось ни хрена. Я просидел там всю ночь. Оно ходило вокруг дома. Оно не уходило никуда. И только к утру все затихло. И я понял, что оно ушло. К полудню я вышел из погреба и добрался до машины. Никого не было. Никого. Оно сожрало всех. Всех моих друзей и товарищей. Вы понимаете это? Я сел в машину и уехал. И я доехал до дома. И целую неделю там просидел. Я пытался выдумать более-менее правдоподобную сказку. Но вы знаете, на случай, если у полиции вдруг возникнут вопросы. Они несомненно возникнут. Это все? Можно сказать моему младшему сынишке. Перед сном. Даже от этого он бы уснул. Ну что ж, если у тебя все, то всего доброго, товарищ. Было решено оставить субъекта под домашним арестом до дальнейшего расследования. Через неделю свидетель пропал. Очевидцы слышали грохот битого стекла. По официальной версии, он выпрыгнул в окно. Осмотр помещения показал, что стеклопакет в зале был выбит снаружи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видеозапись с показаниями потерпевшего. Если бы я знал хоть один способ узнать, что это чудище обо мне знает, то возможно, я бы не стал так сильно беспокоиться за свою жизнь. Вы думаете, я сошел с ума? Нет. Я действительно все это видел. Те выходные мы решили провести на природе шашлык, гитара. Самая то под конец осени. Максим с женой обещали привезти палатку. У них их целая куча. Уж не знаю, для чего они им нужны. А мы с Олегом были ответственны за покупку продуктов. Место, как нам казалось, мы выбрали просто идеальное. Лес рядом с каким-то заброшенным дачным поселком. Люди туда не ходят. Да и бродячие собаки сторонятся. Теперь-то я понимаю, почему. Созвонились, обговорили детали. Максим сказал, что поедет с женой рано утром. Что им придется долго ставить эту палатку. Молодожены, сами понимаете. Вот и мы все поняли. Олег нарочно долго выбирал мясо. Продуктами мы набили целый багажник. К месту мы подъехали уже под вечер. Оставалось только мангал поставить, и можно начинать веселье. Жутко там было. Какие-то заросли, страшные деревья. Вместо палатки костра нас ждала пустая машина Максима. С открытыми дверьми. Надо было уже тогда вызывать полицию, армию, да кого угодно. В лесу играла музыка. Хрипло так. С шумами. Как не настроено радио. Битлз. Да, они. Йеллоу Сабмарин. Только голоса были едва разборчивые. Мы с дурой решили, что Максим купил какой-то старый кассетник. Старый кассетник. Мать вашу. Я хотел позвонить Максиму, но услышал в лесу громкий женский крик. И вот тогда я осознал всю жуть ситуации. Лес за десятки километров не души. Брошенная машина и женский крик. Олег бросился в лес, а я последовал за ним. Солнце заходило, и видимость была так себе. Я почти догнал его, когда мы вымежали на крохотную полянку. Пустая полянка с парой уродливых деревьев. Света какой-то ржавчины. На земле лежал женский кроссовок. Олег подошел, сел на корточки, разглядывал находку. Затем Олег довернулся ко мне. В его глазах читался ужас. Вот его навидел саму смерть. Я обернулся. И то, что я принял за стволы деревьев, было его ногами. Огромные руки уже тянулись к Олегу. Огромная дождя тварь с ледными руками. Обтянутая сухой темной кожей. Как мумия. Грудная клетка на уровне верхушек деревьев. Обмотана черными проводами. С висающими к животу. Вместо головы у твари два противостоящих рупора в наростах ржавой кожи. Внутри мегафона, обращенного ко мне, я увидел кривые зубы, перепачканные кровью. Огромная ладонь накрыла Олега. И я побежал. Песня сменилась на виск смычка по пиле. Не знаю, от страха я стал таким быстрым. Или эта тварь просто играла со мной. Чудовище следовало за мной. Кричало голосами Олега и Максима с женой. Беспорядочно меняя их во время речи. Спаси, помоги нам. Тревога. Дубль 33. Мишанина звуков сменилась на овой сирены воздушной тревоги. Я запрыгнул в окно заброшенного дома с оболившейся крышей. Заполз в окреб и сидел там. Чудовище просунуло руку сквозь дыру в крыше. Начало шарить, раскидывая мусор. Остаток ночи она ходила неподалеку. Проигрывала искаженные песни и кричала на разные голоса. Утро оно ушло. Я просидел в погребе примерно до полудня. Потом я отправился к себе домой. Закрылся в квартире примерно на неделю. Придумывал складную историю, которую можно будет рассказать полиции, чтобы мне хоть как-то поверили. Вы слышите? Вы слышите эту музыку? Я так и думал. Оно нашло меня. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не покидайте свои дома, это опасно для вашей жизни Внимание! Всем жителям! Не покидайте свои дома, это опасно для вашей жизни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Меня зовут Антон, в течение последнего года я собирал информацию о загадочном существе по имени Сиреноголовый У меня накопилось достаточно много материалов, содержание которых может повергнуть вас в шок По всей видимости, меня уже нет в живых, так как это существо, скорее всего, догадывается о моей деятельности И очень не хочет, чтобы вы что-либо о нем знали Но теперь вы будете знать о нем все Внимание! Всем жителям! Не покидайте свои дома! Это опасно для вашей жизни Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok